Когда-то это было самое известное СТО города, да и сейчас оно стало таким же, СТО-треугольник. Мимо него невозможно было проехать, проезжая по, получается, Галиулино, потому что советское разрывалось. И вот сегодня, сейчас, когда оно соединено, тоже мимо СТО-треугольник вы не проедете. И вот мы выбрали для показа вполне обыкновенный автомобиль. Ну, кто бы сказал, что сложного, если это обыкновенная двенашка? Ну, затонированная наглухо. Только вот тонировка сейчас запрещена. А затонирована ли эта машина? Вот сейчас попросим опустить тонированное стекло. Я специально взял микрофон в руки, а не петличку, для того, чтобы показать, что здесь есть второе стекло. То есть вы теперь можете, приехав сюда, установить себе вот эту оригинальную конструкцию. И теперь уже вам, вандалов, бояться не надо. Машина на парковке, подняли второе стекло и спокойненько ушли делать свои дела. Скажем честно, эта уникальная конструкция для нас стала частью эксперимента «Умелые ручки». Дело в том, что местное телевидение в большей степени занимается поиском проблем, и даже на ровном месте, демонстрацией голов бессловесных, магазинами и буднями комбината. Но в городе-то есть и люди мастеровые. Вот их мы и ищем. В данном случае людей с навыками работы с автомобилями. Это ведь автомобильная программа. И приехав на СТО «Треугольник», он их мы и обнаружили. Здесь все заточено на слесарку, диагностику и электрику. А несколько десятков человек живут дружной семьей. Есть, конечно, и своя специфика, и свои козыри. Как-то дископравный шиномонтаж и сварка аргоном. То есть здесь делают даже то, что другие выкидывают. Выкидывают, ломая ваши диски и деньги, между прочим. Но об этом в дальнейшем и более конкретно. Нас попросили, а мы и не отказались продемонстрировать вам уникальную охранную систему. И как же она работает? В пути вы ездите, как совершенно обыкновенный владелец отечественного переднеприводного автомобиля. Не приковывая к себе недоуменные взгляды соседей по потоку и не нарываясь на инспекторов. Но все меняется, когда вы, нажав определенную клавишу, поднимаете второе защитное и уже тонированное стекло. И машина меньше греется, и меньше взгляды прохожих приковывает либо бук, либо барсетка, либо сотик. Естественно, такую конструкцию установит далеко не каждый. Но специалисты СТО «Треугольник» это сделать смогут. И вот вам простой пример, как новой уникальной технологии можно прославить любой сервис. Я же славой и эфирный, и нарастающий интернет порадую еще один отечественный автомобиль. Музыка Ну и как вы понимаете, вам есть что показывать. Но почему бы не показать? Потому что люди просили, а то что-то все на иномарках, да на иномарках. Но почему нет? Ранее мне они больше нравились. А сейчас я покатался на иномарках и понял, что и так же ломается, собственно говоря, как и вазовская техника. Единственное преимущество автовазовской техники, так это наличие запчастей. Да, они не дешевые, потому что, допустим, на Ford запчасти дешевле. Ну, если в Америке брать. Но, тем не менее, техника имеет право жить, и техника имеет право быть освещенной программе «Автостоп». Тем более, что, ну, рассказываем мы сегодня о станции технической обслуживании «Треугольник». То, насколько все продвинуто, вы видели, да, двойная система стекол, и она реализуется только здесь, в городе. Что касается машинки, вот, почему бы и нет, это гордость отечественного автопрома. Эта машина не производилась в Советском Союзе, это чисто российская машина, хотя начинали разрабатывать, ну, где-то в начале 90-х. То есть была выпущена такая машинка под названием «Катран», «Черноморская Кула». Вот, а дальше началось самое интересное, дальше началось «ЕЕМ». И вот в 95-м году выпустили машину 10-го поколения, в мире она известна под названием «Лада 110». Есть еще варианты «Хэтчбэк», это «Лада 112», на которой мы едем, и вариант «Универсал», «Вагон», то есть «Лада 111». Ну, в российском простонародье «десяточка», «двенашка» и «одиннадцатая». Вот, машина до сих пор продолжает выпускаться на Украине, вот, и машина продолжает выпускаться в моем любимом Египте, на улице, так, шестилетия какой-то революции. Отечное автоправо имеет право жить, единственное, что не надо, это право жить и проверять на КамАЗе, потому что тогда действительно кирдыкс. А так, ну, я вот недавно ездил на машинке, честно говоря, думал, что после своих, ну, больших автомобилей, сзади у меня будет приступ к клаустрофобии, потому что немножко я раздался с того момента, когда на 99-ке ездил. А закончил я эксплуатировать отечественную технику, как ни странно, в 99-м году. Ну, ничего, залаживаю, ездить можно. Вот. С учетом того, что запчасти есть, машина имеет право на существование. А вот это еще и радует своего водителя тем, что можно, ну, скрыться от солнышка, от навязчивых глаз нехороших товарищей, которые любят проверять содержимое чужих автомобилей. И, кроме всего прочего, установка двойного стекла позволяет вам не замерзать зимой, потому что обычно у десятки вот здесь вот дует. Так что за установкой такого оборудования приезжайте в СТО Треугольник. СТО Треугольник СТО Треугольник